Активная борьба с фальсификацией истории. Укрепляем сотрудничество с Китаем. Как оптимизировать процесс добычи нефти? Всем привет! В эфире Универ Новости, а в студии Камилы Хакимова. В Казанском федеральном университете прошла финальная игра в рамках 12-го республиканского правового турнира. С 16 по 18 декабря школьники 8-11 классов образовательных организаций Республики Татарстан состязались между собой в формате дебатов. В этом году участие в мероприятии приняли 24 команды из разных регионов нашей страны. Помимо команды из Республики Татарстан и города Москвы присоединились ребята из Республики Крым и Ростовской области. Каждая команда участника отборочного этапа показала высокую степень владения правовым материалом, эрудицию, умение анализировать проблемы с разных сторон, прибегая не только к юридическим знаниям, но и используя достижения истории, философии, экономики и других социально-гуманитарных наук. На мероприятие с торжественной речью к представителям правового школьного сообщества обратился первый проректор, проректор по научной деятельности Дмитрий Таюрский, который поздравил ребят и выразил благодарность за участие. Финальный раунд состоялся в императорском зале Казанского федерального университета, где почетные гости отметили рост уровня организации ежегодного мероприятия, а также прогресс в содержательном выполнении образовательных технологий. Организаторами турнира стали юридический факультет МГУ имени Михаила Васильевича Ломоносова и Казанский федеральный университет. Проводит турнир. Собирает уже много лет команды со всей республики. В этом году у нас 14 муниципальных районов в республике приехало, но он становится открытым, потому что в нем принимают участие команды из Москвы. В этом году приехала команда из Симферополя, республика Крым, приехали команды Ростовской области. И, соответственно, набирает обороты. У нас было в два раза больше заявок, чем в прошлом году. Ребята сначала писали эссе, а вот на протяжении уже трех дней проходят дебаты. И, соответственно, сегодня будет финальная игра в императорском зале. Я ехал на этот турнир, чтобы получить просто незабываемые эмоции. Здесь не представляете, такая атмосфера. Первый раз я сюда приехал в прошлом году, и мне она так понравилась, что я решил сюда приехать вновь. Современное общество сталкивается с вызовом соблюдения исторической правды в условиях информационной перегрузки и политических манипуляций. В связи с этим особенно важно сохранять исследовательский подход к историческим событиям и находить источники, которые могут подтвердить истину. Так, 18 декабря в стенах Казанского федерального университета с лекцией для студентов и сотрудников КФУ выступил помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский. Главной темой доклада стала историческая правда и важность борьбы с фальсификацией фактов. В эпоху многополярного мира и сложной геополитической обстановки становится все более актуальной тема правдивости исторических фактов и их фальсификации. Популяризация и освещение этих вопросов являются важнейшей миссией государства и образовательных учреждений. Ведь историческая осведомленность общества влияет на народную идентичность. Именно с такой целью в Казанский федеральный университет с визитом прибыл Владимир Мединский, помощник президента Российской Федерации, председатель Российского военно-исторического общества, который выступил перед студентами и сотрудниками ВУЗа с образовательной лекцией «Российская история. Мифы, искажения и значимость». Мероприятие состоялось при участии президента КФУ Рияза Минзарипова и председателя Татарстанского регионального отделения Ассоциации юристов России Ильдара Халикова. Просто надо рассказывать правду, причем действовать наступательно, не стесняясь, не запираться в пыльных кабинетах, в архивах. И писать самим для себя научные исследования, которые будут читать только вы, ваши ученики и рецензионы. А выходить в массы, использовать в соцсети, телевидение, СМИ, кино. В своей лекции Владимир Мединский затронул важнейшие аспекты, которые нужно учитывать при рассмотрении информации из исторических материалов, а также выделил важность аналитического мышления и сопоставления данных из разных источников. Он отметил, что история, как и любая другая наука, подвержена фальсификации. Это изменение фактов или их искажения с целью повлиять на восприятие прошлого события или личности. Это опасный и неправильный подход, который ведет к потере достоверной информации и истинных уроков, которые можно извлечь из прошлого. Помимо выступления Владимир Мединский в рамках своего визита встретился с ректором Казанского федерального университета. Они обсудили роль Казанского университета в вопросе сохранения памятников истории и архитектуры, объектов природного и культурного наследия. В завершении вечера почетному гостю продемонстрировали ценнейшие и уникальные экземпляры древних рукописей, хранящиеся в отделе рукописей и редких книг научной библиотеки КФУ. Валерия Карташова, Александр Кузнецов, Универ Новости. Казанский федеральный университет уже много лет активно сотрудничает с Китайской народной республикой. В рамках укрепления образовательной составляющей партнерских отношений с визитом в ВУЗ приехала делегация университета Китайской академии общественных наук для подписания меморандума и проведения научной дискуссии. Встречу возглавлял проректор по внешним связям КФУТИ, Мирхан Алишев, также в диалоге принимал участие первый проректор. Проректор по научной деятельности Дмитрий Таюрский и директор Института социально-философских наук и массовых коммуникаций Михаил Щелкунов. Заседание проходило в Голубом зале, где после обмена условиями предстоящего соглашения был подписан меморандум. Важная встреча, которая сегодня у нас проходит, это представитель руководства, собственно, университета Академии общественных наук Китая. Это ведущий, собственно, гуманитарный, социогуманитарный университет Китая, в котором реализуется подготовка практически по всем направлениям, специальностям, связанным с гуманитарными областями знаний. Это философия, социология, политология, экономика. Это, собственно, марксистская теория, международное отношение, образование. И сегодня мы обсуждали, это была первая встреча, мы обсуждали возможные варианты сотрудничества, уже достигли соглашения, что на будущий год мы, скорее всего, будем проводить совместную конференцию, форум, посвященному современному марксизму. Также договорились о возможной программе обмена аспирантами, магистрантами. Собственно, вот эти общие договоренности, они были закреплены потом меморандумом, который был подписан. Затем гостям рассказали об исторически значимых моментах прошлого нашего вуза и провели экскурсию по памятным местам, связанным с известными людьми, некогда учившимися в Казанском университете. Обширная экскурсия по музею истории КФУ в Ленинской мемориальной аудитории и проход по залам главного здания помогли гостям закрепить сложившееся мнение о Казанском федеральном университете и окунуться в историю, которую уже много лет бережно хранят стены вуза. Сейчас коллеги знакомятся с историей нашего университета, но у нас сегодня еще предстоит небольшая научная дискуссия, в рамках которой будут обсуждены современные тренды в развитии марксизма, в том числе то, каким образом он является основанием для современного экономического этапа развития самого Китая. Это достаточно интересно, как марксизм трансформируется и выступает идеологическая основа для современной, уже такого отчасти капиталистического развития этой страны. Ну, посмотрим, как будут продвигаться наши отношения, но на самом деле это действительно очень интересный университет, и я думаю, что у нас очень неплохие перспективы сотрудничества. Этот этап развития партнерских отношений с Китаем был успешно пройден Казанским федеральным университетом, а это значит, что новые совместные проекты не заставят себя долго ждать. Елизавета Газизянова, Александр Кузнецов, Универ Новости. Нефть – один из основных источников энергии, который в значительной степени влияет на нашу повседневную жизнь. Топливо для автомобилей, производство электроэнергии и широкий спектр химической продукции – все это стало неотъемлемой частью современности и требует не только постоянного контроля качества добычи, но и его усовершенствования. В научном центре мирового уровня Казанского федерального университета оптимизировали технологию термохимического воздействия для разработки нефтяных месторождений. Подробнее об исследовании ученых расскажет моя коллега Кристина Отекина. Традиционно черное золото добывается с применением таких методов, как гидравлический разрыв пласта или вторичное вскрытие скважин. Однако они не всегда могут быть эффективны из-за высокой вязкости нефти или небольших месторождений с низкой проницаемостью породы. Разработка ученых Института геологии и нефтегазовой технологии КФУ позволит равномернее распределять тепло в скважине, что значительно облегчит добычу горючей жидкости. Исследования длились около полутора лет. То есть это были разработки от колб в свободном объеме. То есть просто смешивали, смотрели различные эффекты по температуре, по давлению, как это все происходит. Потом мы уже переносили на условия, которые подобны пласту. То есть на моделях, которые нам предоставляли заказчики. То есть керновые модели мы моделировали условия в подобных кернодержателях, то есть с моделями пласта, с живой нефтью по снижению вязкости, по моделированию возможных эффектов по давлению, по температуре. И путем этого мы показали, что некоторые составы, которые действительно являются новыми, разработанные нами в КФУ, и проявляют эффективность, которую можно применять в промысловом условии. Ученые научно-исследовательской лаборатории методов увеличения нефтеотдачи первыми изучили инициирование новых термогазохимических составов на керновых нефтенасыщенных моделях в ходе проведения фильтрационных экспериментов. В исследовании показано, при каких условиях, концентрациях реагентов, способах закачки достигается высокий тепловой эффект при распространении теплового фронта. В ходе исследований ученые показали и доказали, что разработанные высококонцентрированные бинарные составы способны выделять большее количество газа и тепла в процессе термогазохимической реакции. Этот метод основан на введении термосолистойкого поверхностно-активного вещества, которое помогает перераспределять потоки среагировавшего состава в менее проницаемые участки пласта за счет интенсивного пенообразования, что приводит к изменению физико-химических свойств нефти и снижению ее вязкости. Это возможность получить больше нефти с уже существующих месторождений и повысить их эффективность. Почему испытывают данную технологию? Потому что она по экономической эффективности превосходит другие третичные методы увеличения сдачи, как паротепловые обработки. То есть закачка пар обычно имеет энергозатратное оборудование и, соответственно, вложение. То есть закачка химических составов, они имеют дешевые компоненты и, в принципе, при их смеси в зоне пласта, если они среагируют, то они также могут достичь высоких температур, в принципе, что нам и требуется. Усовершенствованная система термохимического воздействия для разработки нефтяных месторождений позволит равномернее распределять тепло в скважине и тем самым повысить эффективность термохимической обработки при забойных зон скважин. В ближайшей перспективе исследователи планируют добиться высокого термобарического эффекта в пористой среде. Ученые используют инициаторы замедленного действия для запуска бинарного состава. Кристина Отюкина, Николай Суховский, Универ Новости. Новый год, пора чудес и волшебства. Это время, когда сказка приходит в каждый дом, в том числе в сады, школы и другие учебные заведения. Вот и в Казанском федеральном университете совсем скоро стартует ряд мероприятий, окутанных магией. 25 и 26 декабря в Институте психологии образования Казанского федерального университета пройдут новогодние представления для детей, сотрудников и преподавателей. В этом году маленьких зрителей ждет необычное путешествие и встреча с главным волшебником – Дедом Морозом и его внучкой-снегурочкой. Новогоднее представление будет сопровождаться танцевальными и вокальными номерами от студентов Института психологии и образования. Кроме того, гостей праздника ждут интересные мастер-классы – рисование, мыльные пузыри, изготовление фигурок из воздушных шаров, джаз-дэнс и многое другое. 19 декабря в главном здании набережной Челнинского института Казанского федерального университета прошло торжественное открытие нового образовательного пространства. Почетными гостями на церемонии открытия стали представители индустриального партнера КАМАЗ. Новое образовательное пространство оформлено в корпоративном стиле и оснащено современным мультимедийным оборудованием, что позволит сделать учебный процесс для студентов экономического отделения не только комфортным, но и более интересным. По случаю торжественного открытия в новой аудитории была проведена первая гостевая лекция от руководителя службы корпоративного контролинга. В ее рамках ребятам подробно рассказали о КАМАЗ, как о ведущем мировом производителе грузовой автомобильной техники и лидере на российском рынке грузовых автомобилей. С помощью нового проектора наглядно были продемонстрированы достижения за более чем 50-летнюю историю предприятия и показаны векторы развития по новым направлениям. То место, где мы сейчас с вами находимся, появилось, говоря о том, что у нас есть партнер, это КАМАЗ, наше предприятие. Вуз наш мы позиционируем как вуз, где можно получить высшее образование в области автомобилестроения и лучшее высшее образование, чтобы продукция была востребована, нужны специалисты в области экономики. Поэтому именно для поддержания этого направления КАМАЗ откликнулся и аудитория у нас находится как раз-таки в ведении школы, которые готовят специалистов в области экономики. На этом все. В студии была Камила Хакимова. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!